Подходит к концу первый месяц войны России с Украиной. Послезавтра наступит мрачная дата, 24 марта. Уже хорошо ясно, чем стала и чем будет эта война. Самым бессмысленным и позорным насилием в новейшей истории России. Таким насилием, при котором город разносит не для того, чтобы захватить. В чем может быть прок от захвата развален? Людей убивают не для нанесения урона живой силы противника. Но все происходит из-за какой-то иррациональной злобности лиц, принимающих решения. Которые готовы угробить свою экономику, свое общество, свою страну, своих солдат и офицеров. Лишь бы принести горе соседу. Заботами Владимира Путина мы буквально стали страной-шахидом. По обратную сторону цивилизации. С которой эта цивилизация ведет войну. Войну на земле и войну в холодильниках российских граждан. Сегодня мы заглянем недалеко в прошлое. А следом попытаемся посмотреть на то, что нас ждет дальше. Что уже точно ясно о конце этой войны и что будет после нее. Начать надо с события, которое случилось два года назад. Но обрело совсем иной смысл сегодня. В конце февраля, начале марта 2020 года весь мир закрылся на карантин. Российское правительство до последнего лелеяло идею провести конституционный плебисцит по плану. Но в конце марта сдалось и оно. На весь апрель был объявлен режим нерабочих дней. На секунду тогда показалось, что российское правительство поступит разумно. А не как всегда. Введет полноценный карантин, выплатит людям и бизнесу компенсации. Но оказалось, что показалось. Правительство пояснило. Мы вас ни в чем не ограничиваем. Мы просто разрешаем вам сидеть дома за счет работодателя. И нам без разницы, что по этому поводу думает работодатель. Активная часть общества обоснованно задалась вопросом, что это было. А Навальный, который тогда еще не был отравлен и не сидел в тюрьме, даже предложил план, параметры которого сегодня весьма характерны. План Навального предполагал выплатить всем гражданам по 20 тысяч рублей в первый месяц карантина и еще по 10 тысяч в каждый последующий. Несложно посчитать. Просто перемножив одно на другое, что речь бы шла примерно о 3 триллионах рублей или о 40 миллиардах долларов в первый месяц и по 20 миллиардов долларов в следующие месяцы. То есть менее 300 миллиардов долларов за первый год. Эту меру одобрили и поддержали все значимые российские экономисты. Сергей Гуриев, Сергей Алексашенко, Константин Сонин. Она позволила бы поддержать домохозяйство, платежеспособный спрос на товары и услуги, сохранить занятость, а самое главное удержать реальный, а немнимый карантин и сохранить жизни россиян. Российское правительство и его могучий аппарат пропаганды тогда уперлись рогом. Максимально цинично и максимально недвусмысленно давая понять, что резервы это государственные резервы. А вот проблема граждан России это исключительно проблема граждан. Разбирайтесь как хотите. Выглядело это ровно так, как звучало. Совершенно безумно. Пока развитые страны залазят в огромные долги и тратят все, что могут, просто чтобы люди могли оставаться дома, не работать и беречь себя, российское правительство демонстративно сидит на деньгах и заботится только о сбалансированности бюджета, наполняет резервы, объясняя свое поведение самыми вздорными экономическими байками. И привело это ровно к тому, что ожидалось. Реальный карантин продержался едва ли месяц, а все прочие ограничения носили совершенно номинальный характер, и Россия поплатилась огромным количеством жизней. Я тогда задавался этим вопросом, многие публичные спикеры задавались им же. Как это возможно? Как можно жертвовать жизнями граждан, чтобы красиво сошлись балансы, чтобы сберечь резервы, чтобы не выпустить инфляцию за плановые показатели? Теперь, спустя два года, мы знаем, для чего так отчаянно берегли и накапливали резервы. Это была подушка безопасности не на случай кризиса, и даже не на случай тяжелых выборов. Это был НЗ для войны и санкций. Я не просто так с самого начала в грубом приближении посчитал стоимость реализации плана Навального. В первый год он бы обошелся менее чем в 300 миллиардов долларов, потому что эта сумма меньше тех резервов Банка России, которые в первые же дни войны оказались под международными санкциями и были заморожены. Потому что из этого выходит до предела мрачный итог. Жизнями российских граждан пожертвовали во имя уничтожения жизней граждан украинских. И деньги, которые во время пандемии могли бы пойти на пособия и спасти жизни, на доплаты медикам, на лекарства и оборудование больниц, теперь отправятся на послевоенное восстановление Украины, которое вообще-то можно было не разрушать. Владимир Путин пожертвовал жизнями россиян, пожертвовал экономикой, чтобы накопить на разрушение Украины, но накопил на ее восстановление. Эти факты слишком многое нам говорят и о том, к чему готовились российские власти, и о качестве этой подготовки. Эта ужасная война когда-нибудь закончится. Скорее, раньше, чем позже. И уже вполне ясно, что она не закончится российской победой. Она закончится страшной кровью с обеих сторон и бесславным возвращением травмированных морально и физически людей обратно в Россию. Такое в нашей недавней истории уже было. И коренным образом это повлияло на тот мир, в котором мы живем. Тут уместно вспомнить любимый штамп пропаганды «Лихие 90-е». Но давайте подумаем, почему, собственно, они были лихие. Откуда тогда взялось такое количество лихих людей? Ну, то есть преступников. У нас есть хорошее тому социально-экономическое объяснение. Трансформационный кризис очень резко делит общество на то ничтожное меньшинство, которое смогло приспособиться к новой реальности, и на абсолютное большинство тех, у кого не вышло. Происходит резкое расслоение общества. Такое расслоение, когда самый дешевый салат в валютном ресторане стоит больше, чем инженер на заводе получает за месяц. Люди теряют все, что у них было. От денег до социального статуса. Все прежние достижения обнуляются. Старая общественная норма, старые представления о морали уже умерли. А новые еще не родились. Это все влечет по понятным причинам резкий рост насилия и криминала, начиная с воровства и разбоя в поисках денег на еду и заканчивая организованной преступностью. Трансформационный кризис 90-х ни для кого в бывшем соцлагере не был легким. Но такого разгула организованной преступности, такого масштаба бандитизма, когда разборки в дележке завода могли походить на армейские спецоперации, не было ни в Польше, ни в Румынии. Он был только на постсоветском пространстве. Почему же так случилось? Откуда в России начала 90-х взялись люди, которые стрелять из автоматов по живым мишеням совершенно без раздумий? Откуда они были в таком количестве? Ответ тут ровно один. Афганистан. Через Афганистан за 10 лет прошло более 600 тысяч человек. Даже если вычесть тех, кто был далеко от реальных боевых действий, всех штабистов и всех вспомогательных войска, речь в любом случае будет идти о сотнях тысяч. Сотни тысяч человек имели реальный боевой опыт. Для них девальвировалась человеческая жизнь. Они причиняли смерть. Видели смерть каждый день и привыкли к смерти. И не только. С ними случилось еще и нечто худшее. Для новой страны все их подвиги, ранения, тяжелые болезни, физические и ментальные страдания оказались совершенно чужими и ненужными. Все, что пережили афганцы, официально стало одной большой ошибкой. А когда реальный боевой опыт, реальное прикосновение к смерти и одновременно чувство давящей несправедливости, ненависти к новому миру встречаются в одном человеке, это очень нехорошее сочетание. Представьте себя в этой ситуации. Пока вы под Кандагаром горели в танке, кто-то здесь кооперацией занимался, свою пивнушку открыл. За пару лет у вас три перелома и пять осколочных ранений, а у него свой ресторан и Мерседес. Тут очень сложно удержаться от ненависти. Очень многие, как среди организаторов преступной деятельности 90-х, так и среди рядовых бойцов криминального фронта, это люди с афганским опытом. А многочисленные союзы ветеранов той войны сами по себе были преступными сообществами и с удовольствием истребляли друг друга. Культовый сериал «Бригада» открывается ровно этим. Саша Белый возвращается со службы на афганской границе. Настроение передано точно. Человек возвращается с войны в мир, ставший ему чужим. Тут его никто не ждет и никому он не нужен. Собственно, «Бригада» не единственное отражение этого феномена в нашей культуре. Фильм «Брат» вообще весь об этом. О лишнем человеке, вернувшемся с непонятной войны, в его случае чеченской, который не находит себе иного места в этом мире, кроме роли очень успешного киллера. Когда в страну возвращается большое количество людей с тяжелым травматическим опытом, тем более, когда их не встречают как героев, как это будет с теми людьми, которые вернутся с украинской войны, а весь их кровавый опыт будет объявлен преступной ошибкой, то это никогда нехорошо. Это всегда создает целую общность социально депривированных людей, которые к остальному обществу имеют вполне конкретный счет. Любая большая война влечет резкий всплеск преступности. Этот факт не особо освещался в нашей истории, но послевоенность СССР был очень опасным местом, где процветала преступность всех видов и форм. Что еще больше усилилось с хрущевской оттепелью, когда на свободу вышла масса людей с другим похожим опытом – лагерным. Сейчас мы тут прервемся. Сначала маленькое объявление. Мы завели бусти. Через него можно жертвовать нашей редакции деньги с российских карт. Это нам сильно поможет. Если подпишетесь, в общем, будем рады. Произошедшее с Россией в последние недели часто сравнивают с катастрофой Титаника. Лайнер уже наткнулся на айсберг, трюмы хлещет вода, некоторые пассажиры уже все поняли и расселись по спасательным шлюпкам, но капитаны команды твердят, что все в порядке. И многие верят капитану, ему ж типа виднее, и продолжают заниматься своими делами, как будто ничего не случилось. Кажется, еще более точной аналогией будет подводное землетрясение. Мощные подземные толчки, в данном случае рукотворные, становятся причиной цунами огромных волн, сметающих с лица земли целые города вместе с жителями. От цунами нет спасения, кроме срочной эвакуации в безопасное место. Сейчас мы видим лишь очертания предстающих волн. Они ударят по нам через какое-то время. Тем более, что землетрясение, то есть война в Украине, все еще продолжается. Но сделать первые оценки уже можно. Часто приходится слышать сравнение грядущего кризиса то с временами позднего СССР, то с Россией 90-х. Мол, для людей, переживших те времена, уже ничего не страшно. Справились тогда, типа справимся и сейчас. Увы, но ситуация не будет похожа ни на то, ни на другое. Давайте кратко посмотрим, почему. Начнем с СССР. Первое, о чем надо сказать, Советский Союз был в два раза больше современной России по численности населения и включал в себя еще 14 республик, пребывающих сегодня в статусе независимых государств. В том числе включал Украину и Казахстан, дававших четверть общесоюзного ВВП. В СССР входили Литва, Латвия и Эстония с довольно развитой промышленностью. У СССР был узбекский хлопок, азербайджанская нефть, грузинское вино. Ничего из этого у нынешней России нет. Кроме того, у СССР были страны-сателлиты в Восточной Европе и других частях света, объединенные в Совет экономической взаимопомощи. Туда входили, например, Польша, Чехословакия, Венгрия и ГДР. В рамках СЭФ существовало разделение труда. СССР отвечал за поставки топлива и сырья. Страны Восточной Европы за то, что у СССР получалось плохо, то есть за продукцию, обрабатывающую промышленность, машиностроение, производство товаров народного потребления. По нашим городам, например, до сих пор ездят чехословацкие трамваи Татра. Это результат наличия СЭФ. Венгерские консервы, восточно-германская мебель, кубинский сахар, польская косметика. Все это импортировалось в СССР и хотя бы отчасти компенсировало тотальный дефицит. Валютой расчетов в СЭФ был рубль. То есть доллары для обмена товарами между странами соцблока не требовались. В общем, даже находясь в условиях экономической изоляции и санкций, СССР мог достаточно долго отдалять во времени свой коллапс. Главной его проблемой была неэффективная плановая экономика, из-за чего этот коллапс был в любом случае неизбежен. Именно развал плановой экономики привел к пустым полкам в магазинах в конце 80-х. СССР продолжал цепляться за фиксированные государственные цены, которые давно уже не отражали действительности и не окупали производство. В итоге дошло до огромных очередей и продуктовых карточек. Но с точки зрения обеспечения собственных нужд и того самого импортозамещения сегодняшняя Россия, представляющая 2% мирового ВВП и интегрированная в мировую экономику, ни по какому критерию не может даже и близко сравниться с СССР. Сравнение с 90-ми тоже в чистом виде не работает. 90-е годы — это время трансформационного кризиса, перехода от плановой экономики к рыночной. Первые месяцы реформ в 92-м году привели к гиперинфляции. Всем пришлось столкнуться с суровой реальностью, которой советские рубли ничего не стоили. Множество неэффективных предприятий обанкротились, в государственных учреждениях людям продолжали платить еще советскую зарплату, которой больше не хватало даже на хлеб. Главным следствием кризиса 90-х стало крушение жизненных ориентиров. Карьера, еще вчера считавшаяся заветной мечтой, например, студент-аспирант, доцент-профессор, такая карьера, вдруг оказалась не широким проспектом, а тупиком. Человек с 9 классами образования, наладивший поставку дубленок из Турции, становился богачом, а доктор наук оказывался на обочине жизни. Чиновнику питерской мэрии приходилось заниматься частным извозом, учителя шли продавать личные вещи на рынке, а милиционер, мечтавший ловить бандитов, начинал с ними сотрудничать, чтобы прокормить себя и семью. Огороды и подсобные хозяйства стали для многих буквально способом выжить. Даже в Москве и других крупных городах люди порой заводили кур на балконах, чтобы иметь яйца и мясо. Именно это, обесценивание сбережений и коренное изменение образа жизни и запомнилось нам в качестве кризиса 90-х годов. Но 90-е годы это время развития, а не упадка. Россия стала свободной страной с демократически избранными органами власти. В нее буквально наперегонки побежали инвесторы со всего мира. Это было самое плодотворное время для развития бизнеса в России. Рынок пустой, пошли на импорт низкие, а труд стоит копейки. Да, есть определенные риски вроде высокого уровня преступности, но потенциальная сверхдоходность их с лихвой окупает. Чуть позже, в 98-м, когда после дефолта резко обесценился рубль, просто завозить из-за рубежа товары и продавать их в России стало не так выгодно. Это подстегнуло развитие локальных производств. Например, компания PepsiCo до дефолта открыла в нашей стране только один завод по производству газировки, а после еще три, а также построила заводы по изготовлению снеков и купила несколько местных производителей, типа Вимбельдан, став одной из крупнейших компаний пищевой промышленности в России. Сегодня ситуация совсем другая. Путин свернул создание демократических институтов, выстроил автократию, а затем напал на соседнее государство. Будущее нашей страны, мягко говоря, туманно, и инвестировать в нее сейчас даже более рискованно, чем иметь дела с колумбийским наркокартелем. Буквально ни одна крупная корпорация, для которой важна репутация, не сможет позволить себе продолжать работать в России. Те, кто этого еще не сделал, вскоре столкнутся с такой волной критики в своих родных странах, что под угрозой окажется уже весь их бизнес, а не только российская его часть. Но и дело не только в критике. Просто мало кто захочет вкладывать деньги в страну, где высшие чиновники всерьез рассуждают про национализацию имущества компаний из недружественных стран, в список которых может попасть кто угодно в любой момент времени по туманным причинам. Чтобы такие риски окупались, нужна бешеная доходность, то есть бешеный рост, которого в России уже давно нет и не будет. И это я уже молчу про чудовищные логистические проблемы с доставкой товара, его оплатой и выводом прибыли. Так чего же стоит нам ждать? В некоторой комбинации кризиса позднего СССР и России 90-х с одной стороны обязательно будет товарный дефицит, потому что Россия не может ничего производить сама. Даже АвтоВАЗ встал из-за нехватки импортных комплектующих, а производители молока бьют в колокола из-за отсутствия картона для изготовления упаковки. Раньше его доставляли из Финляндии. Что-то получится заменить, но произойдет это не быстро. Да и экономика сейчас устроена намного сложнее, чем в 70-х, а Россия больше не имеет производственных мощностей 15 союзных республик и стран Совета экономической взаимопомощи. С другой стороны, из 90-х нам достанется гиперинфляция, безработица и слом привычного образа жизни. Вчера ты был успешным менеджером в PricewaterhouseCoopers и знал, что, если что, тебя с руками оторвут на рынке труда. Сегодня ты никто. Твои навыки и умения ничего не стоят. В России не осталось или очень скоро не останется компаний, готовых тебя нанять. Все твои инвестиции в карьеру, деньги, дипломы, все бессонные ночи, проведенные за работой, сгорели в пламени бессмысленной войны в Украине. В 40 лет ты, по сути, начинаешь жизнь сначала и светит тебе карьера таксиста или курьера. Станет ли России легче, когда война закончится? Конечно, станет. Мы перестанем быть гражданами страны, которая бомбит гуманитарные объекты, которая убивает людей безо всякой цели. Развитый мир перестанет изолировать нас от себя, но после смены руководства страны, конечно, и президент. Уже новому руководству будет предоставлен шанс как-то все это разгрызти. Но надо просто обратиться к предыдущему опыту, чтобы оценить последствия. Наследие афганской, а особенно чеченской, компаний, войн, которые по масштабу и близко не стояли с тем, что творится сейчас, не изжиты до сих пор. Последствия украинской войны, уничтоженную международную репутацию, постоянное чувство вины, долгосрочные последствия санкций в форме окончательной утраты энергетических рынков, абсолютно изуродованную социальную среду, необходимость начинать заново весь тот путь гуманизации, который мы проходили 30 лет. Все это мы завещаем своим детям и даже внукам. Теперь не с 91-го года, а теперь с 24 февраля 22-го считается история новой России, совсем иной страны, которую придется долго чинить и приводить в порядок. Екатерина Шульман в интервью, вышедшем года три назад, сказала довольно очевидную на тот момент мысль, ну и мы о ней часто говорили, что реформа в России это буквально полоборота. Вот немного подкрутить институты, соскрести с них наросты автократии и машинка поедет лучше новой. Потому что у нас есть все. У нас здоровое общество с низким уровнем насилия, нерастущая, но работающая рыночная экономика, постепенно отмирающие советские рудименты вроде всеобщей атомизации и недоверия, снижение всех социальных пороков, начиная с употребления алкоголя. Мы очень близки к хорошей и богатой жизни. Чуть-чуть поменять институты и все полетит. Так оно и было три года назад. Это было тогда жутко обидно. Жутко обидно вязнуть в стареющей, примитивной автократии, когда общество уже доросло до гораздо более сложной и продвинутой модели. Обидно было терять год за годом. Но месяц назад все изменилось. Теперь нам действительно очень долго выбираться из той ямы, где мы оказались. Речи больше не идет ни о какой половине оборота. Речь идет о том, что чем дольше Путину власти, чем дольше идет эта война, что одно и то же, по сути дела, тем мы ближе к концу 80-х, к абсолютному краху всего, к необходимости не подкручивать, но делать заново. Раньше мы имели специальные суды и специальных судей для политических процессов. Остальная масса судебного корпуса работала настолько нормально, насколько позволяли рамки кривых законов. Сейчас врагов надо искать всюду и весь судейский корпус придется менять под корень. Уже значимая часть института получит опыт политических процессов. И он весь будет непригоден. Раньше мы имели отдельных сумасшедших учителей, которые запугивали учеников перед митингами. Теперь все среднее образование поставлено в ружье пропаганды. Помимо сломанных солдат, которые, вернувшись, сильно навредят стране, мы получим еще и сломанное общество. Потому что государство сейчас фактически говорит быть сволочью правильно, лгать правильно, стучать на ближнего правильно. Чтобы быть правильным гражданином сегодня, гражданином, которого не ждет преследование, нужно буквально себя развратить, нужно сломать в себе мораль, всякие тормоза. Если начальству понравится, что умирающие дети из хосписов станут буквой Z в поддержку по факту убийства их сверстников за границей, делай это. Тебя похвалят. Что государство говорит, когда насмехается над санкциями? Мол, все заводы тут у нас, самолеты у нас, сейчас мы все отберем, национализируем. Что права больше нет? Что если ты считаешь кого-то недружным себе, то можно его обобрать? Ведь за это ничего не будет. Нам за это ничего не будет, можно делать что угодно, и никто не накажет, ведь все санкции нам нипочем. Это главный рефрен пропаганды. Очень наивно полагать, что общество его не воспринимает. Очень даже воспринимает. Если ты сильный, то ничего не будет, если ты отберешь у слабого. По какой причине нельзя сжечь конкуренту магазин, если можно взорвать роддом в Мариуполе? У конкурента так уж удачно вышло, еще и фамилия на О заканчивается. Он наверняка не очень дружественный, наверняка вражеский флаг под кроватью держат. Ведь не поймают, ничего же не будет, а прибыль вырастет. Обратите внимание на сам термин специальной военной операции. Государство же возвело в ранг закона очевидную ложь. Чтобы быть законопослушным сегодня, нужно буквально не называть вещи своими именами. Это действительно подается с гордостью опытного мошенника. Мы лжем, заставляем миллионы людей лгать, и никто нас за это не накажет. Вот какие мы крутые. Крутость — это право лгать и заставлять лгать безнаказанно. Мы имеем не просто пропаганду ненависти и почти круглосуточное убеждение телезрителей в том, что украинцы — это люди второго сорта и заслужили смерть. Мы имеем принуждение к ненависти через законодательство. Когда общество централизованно развращают, когда говорят, что нет добра и зла, есть вопрос сиюминутной выгоды, даже если она иллюзорна, это очень опасно. Засада в том, что когда общество приучили бояться и ненавидеть соседа, то лучшее средство выживания — это и впрямь бояться и ненавидеть соседа, потому что сосед вас боится и ненавидит. А если драка неизбежна, то бей первым, как говорил один там геостротег. Очень страстно жить в мире, где вопрос причинения зла и ущерба ближнему — это не вопрос морали, это не вопрос, правильно или неправильно, это не добро и не зло. Это прикладной вопрос, поймают или нет. Потому что никакой полиции в этом мире, где решает право силы, на всех не хватит. Поменять законы легко, построить новые институты сложно, но можно. Общественная норма, в которой «умри ты сегодня, а я завтра» — верный концепт для жизни, будет преследовать нас десятилетиями. Последние 10 лет — это, конечно, до предела печальное зрелище. Я пришел в политику в 2011-м, пришел с идеями переустройства городской среды, ведь именно тогда настал момент. Был период бурного роста, люди наелись, сделали приличный ремонт в квартире. Есть авторитарные тенденции в большой политике, но на личном уровне свобод сколько угодно. Идеальный момент, чтобы из личного мира выйти на улицу, улучшить среду вокруг себя. Тротуары поуже или пошире, уличная реклама и дизайн-коды, лавочки, парки, трамваи, реконструкции улиц. Такие милые столкновения с Навальным по поводу стоимости билета на метро. Это был мир, где асфальт против плитки и маршрутки против троллейбусов, вопросы реконструкции парка Горького, сходились насмерть в Твиттере. Теперь мы в той реальности, где обсуждаем послевоенное устройство общества, сколько в нем будет горе и насилие. Мы отброшены далеко назад, сели в крайне глубокую яму. Хорошая новость, если она вообще тут может быть, в том, что общество и не из таких ям выбирались. Выбирались тяжко и долго, с большими потерями, но выбирались. Полтора-стая миллионов человек никуда не денутся. Им придется реставрировать свое общество. Новая свастика в форме буквы Z не будет с нами всегда. И чем раньше закончится война, тем больше останется тех, кто живет еще довоенными нормами, кто помнит, как правильно. Когда началась война, я размышлял, что мне вообще в этой ситуации делать. Моя жизнь в Москве была налажена очень хорошо. Работающая НКО, бизнес, хороший круг общения. Мы с женой готовились к рождению первого ребенка, купили первое в жизни собственное жилье и совершенно не планировали ничего менять. Но когда все началось, стало понятно, придется выбирать или сохранить свою налаженную жизнь, но прекратить говорить то, что мы думаем, или придется уехать. Возможно, на несколько месяцев, возможно, на много лет. Мы все редакции решили, что главное, что мы можем сделать в этой ситуации, это продолжать говорить правду, называть вещи своими именами. Может быть, мы с вами, а нас тут все-таки полтора миллиона в день, и будем теми, кто принесет через военное время довоенные нормы, кто будет помнить, как правильно, и кто потом попробует все это наладить обратно. Чтобы мы опять думали о том, как нам в наших городах наладить хорошее движение трамваев и установить скамейки, чтобы бабушкам было удобно, а не о том, сколько наши солдаты убили жителей Киева и Харькова сегодня и сколько погибло самих этих солдат и офицеров. Мирную жизнь придется восстанавливать. И пережить это время как-то придется. Это время сжирает все хорошее в людях. Оно приводит к остервенению, к расчеловечиванию, к ликвидации правды как класса, к тому, что есть только целесообразность, а кто ей не следует, те предатели. Сейчас тот момент, когда мы не можем с вами кинуть вызов этой системе. Она в военной истерии. Сейчас мы не можем ее остановить. Но мы можем попробовать сохранить себя, остаться людьми, не прекратить говорить правду, не замолчать. Будем пробовать. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok